Золото Весь американский континент в Калифорнию и даже к снегам Аляски В последнее время в бассейне бразильской Амазонки снова началась золотая лихорадка Порту Велью и Тайтуба, Стера Пеладе Искатели золота ненасытны и нетерпеливы Они словно боятся, что не смогут унести золото с собой в могилу Об этом напоминает и вот эта рукамуния, крепко держащая золотую палец Всегда были и будут те, кто начнет бессмысленную и безумную гонку за золотом Команда Кусто в Амазонии Продюсер Джон Со Композитор Джон Скотт Сериал снят при научном содействии Музея океанографии Монако Режиссеры Жак-Эв Кусто и Жан-Мишель Кусто Калипсо плывет по Амазонке по следам первых авантюристов Они мечтали о Бальдорадо, но и не догадывались, что настоящее богатство таятся в самой реке, в ее песке Золотая река В бронированной комнате принадлежащей правительства Бразилии Жан-Мишель Кусто показывает золотой самородок, добытый в новых рудниках Амазонии Эти рудники сделали Бразилию третьей среди всех стран, добывающих золото Индейцы считали золотые самородки дарами солнца За несколько веков до Рождества Христова умели превращать их в удивительно красивые ослепительные украшения Уже тогда индейцы научились добывать золото, промывая речной песок Потом они его плавили, чтобы сделать украшение или покрывали золотым напылением одежду своих правителей Эль-Дорадо из легенд Богатство принесло индейцам несчастье, оно привело их к гибели Конкистадоры, а затем и колонисты были потрясены дорогими украшениями и ценными предметами индейской цивилизации Они отлавливали, пытали и убивали индейцев, чтобы заставить их сказать, где те прячут свое золото Взятые в рабство индейцы вынуждены были доставать золото для своих поработителей из ям, в которых они его спрятали Сейчас золотодобытчики тоже сидят в ямах на золотоносных месторождениях Сьерроверде Но эти люди являются рабами лишь собственных желаний Каждый из них верит удачу, которая принесет ему богатство На реке Топажес новая экспедиция готовится отправиться в золотую страну На сей раз здесь не будет ни галеонов, ни солдат Кусто желает удачи коллегам Скалица, а также бразильским ученым, присоединившимся к экспедициям Теперь новая команда будет путешествовать по этим местам, используя самые разные средства передвижения Исследователям придется столкнуться с непредвиденными ситуациями На вертолете Жан Мишель летит следом за караваном машин, передвигающихся по трансамазонской магистрали Эта магистраль идет параллельно руслу реки По дороге по воздуху и по земле путешественники будут добираться до тех мест, где добывают золото Сейчас они направляются в городу Итай-Туба Пытаясь избежать несчастных случаев, уголом прати направляет амфибию Жакаре против течения На берегах реки Топажес появляются временные жилища И вот, наконец, путешественники видят на берегу реки склонившиеся фигуры искателей золота, которых называют здесь Гаримпейрос Один из них сидит особняком Этот золотоискатель работает более методично, чем другие Он привлек внимание Жанна Мишеля Это наша первая встреча с Пускуалем Он не является концессионером, как некоторые золотодобытчики У него нет сложного оборудования для промывания золота Как и у многих бедных Гаримпейрос, у него есть лишь лоток, в котором он тщательно промывает песок У него есть жена и дети, которых он очень любит Но видится он с ними только в период дождей, когда нельзя добывать золото От трех до шести месяцев в году он живет один У него есть гамак, платок и простая кухонная утварь Пускуаль просушивает у огня золотой песок, который ему удалось намыть за день Мы с Раймоном Колем наблюдаем за ним Он пересыпает золотые песчинки в сложенный листок бумаги 11 граммов золота – это примерно 150 долларов Такую цену берут за свои услуги проститутки, работающие в притонах на берегах реки Мы предлагаем Пускуале подвезти его домой За одну минуту он собирает свои вещи Все три часа, которые потребовались нам для того, чтобы подняться вверх по течению, Пускуаль молчит Он и сейчас остается пленником своего одиночества Пускуаль выглядит чужаком в этом мире, где они промывают золото Итай-Туба – город, который кажется недостроенным Здесь можно увидеть много магазинов, баров, построенных на скорую руку Ярких домиков и шалашей, крышей которым служат листья деревьев или листы железа Повсюду висят вывески, прочитав которые можно понять причину возникновения этого города Вывески гласят «Здесь покупают золото» Большая часть 50-тысячного населения Тайтубы так и проживет всю жизнь в этом городе Но почти все они уверены, что и Тайтуба – временное пристанище, и что они непременно уедут отсюда Пускуаль ведет нас к торговцу, которому он всегда встает намытоем золотом Он вынимает из кармана маленький пакетик, в котором завернут золотой песок Это его добыча за три месяца Он внимательно следит за весами, на которых взвешивает его золото Ему нужны деньги, чтобы прокормить семью Пускуаль согласен с ценой, которую ему готов заплатить торговец Это три миллиона крузер, что равно шестидесяти тысячам франков Некоторые золотоискатели отсутствуют дома еще дольше В Серовском приюте, созданном при немецкой церкви, живут 250 детей Они выброшены этим миром, как мусор Некоторых оставили отцы или матери, чья жизнь была столь тяжелой, что они не смогли прокормить детей А может быть, их родители погибли на золотых родниках Часть их рождена проститутками, несчастными женщинами, попавшими в лапы торговцев людьми Члены команды Кусто предлагают детям из приюта сыграть в футбол Мы чувствуем себя в форме, кроме того, все мы раньше играли в футбол Скоро мы теряем уверенность в своей победе, потому что теряем мяч Счет 11-0 доказывает нашу полную спортивную несостоятельность Дети радуются, что им удалось обыграть нас Золотой песок всегда тщательно взвешивается Денежные купюры являются для гримпреера символом победы над одиночеством и опасностями, подстерегавшими его в лесу Дети по-своему борются с одиночеством и страхом, они просто смеются над ними На шестикоросном вездеходе команда Кусто направляется в сторону реки Марупа, которая течет южнее Тайтубы Дороги с трудом проложены в тропическом руслу, полны опасностей Неожиданно джунгли словно закрываются, дорога заканчивается Кажется, что дорогу дальше проложить невозможно, и усилия людей будут бессмысленными Жан Мишель и его друзья пытаются проложить себя путь сквозь бурелом и буйные заросли Муравьи и другие посекомые не обращают на людей никакого внимания Намного легче перемещаться по воздуху Один маленький самолет следует за другим Эти самолеты пытаются взлететь по узким взлетным полосам Но риск слишком велик Нам удалось преодолеть завалы Раймонд Коль считает, что на реке Марупа появились колонисты нового типа Как и во времена североамериканских пионеров, земля здесь принадлежит тому, кто ее обрабатывает Новый землевладелец может начать возделывать любой свободный участок земли и снимать с него урожай Но в районе богатым золотом деревья вырубают лишь для того, чтобы создать новый участок для его добычи Здесь землю размывают при помощи бронспойта Есть кidé науaugниках Они наверно будут спешить И around вам Но он умеет Основная же часть Золото Вот это не важно И правда Золотоносная земля Золотоносная земля И, конечно, женщины, то есть проститутки, которых они могут снимать несколько раз в неделю. Ими движет лишь надежда. Работая без перерыва, они мечтают о том, что удача им улыбнется, и что в этой грязной земле они найдут свое счастье. Субтитры создавал DimaTorzok Золотоносная земля На расстоянии 1600 километров от этого места, около города Порт-Увелью, на западе Бразилии, расположен другой лагерь золотоискателей. К нему сейчас и приближается Калипс. Здесь, на берегах реки Мадейре, расположилось целое флотилие барж. Люди пытаются при помощи отсосов откачать и поднять на поверхность золотоносный песок со дна реки. Команда Кусто высаживается в Пиарау. Так называется одна из двух деревень, расположенных на берегу реки. Шан-Мишель, Рэмон Коль и Артура Кальва смешались с пестрой толпой. Путешественники строят свой собственный дом, стены которого они сделают из бревен, а крышу из пальмовых листьев. Здесь все эфемерно. Когда баржи пускаются в путь вниз или вверх по течению, то кажется, что деревня плывет вместе с ними. Поток новых Гарим-Эрс ежедневно прибывает сюда пешком, на самолете, на грузинках и даже на такси. Здесь можно встретить молодых супругов с детьми, которые ищут, где бы им остановиться. Ветеранов, которые много лет ищут золото. Бедных колонистов, приехавших из южных районов страны, где земли малоплодородны. Все они устремились сюда, услышав рассказы о несметных богатствах. И здесь никто не хочет проиграть. Приехавшие не могут позволить себе проиграть. А цены в кафе, аптеках и продовольственных магазинах высоки. Все новые баржи присоединяются к уже существующей на реке Платилии. Эти группы, сделанные плавучие платформы, оснащены электрогенераторами, компрессорами, скафандрами, отсосами и сепараторами золота. Каждая из таких барж стоит примерно 25 тысяч долларов. Команда Кусто обнаруживает, что некоторые баржи используются как магазины, ателье и дома-свидания. Но в основном это платформы для добывания золота. На каждой барже работает команда, состоящая из двух-трех ныряльщиков. Они вынуждены отдавать половину добытого ими золота владельцу баржи. Прежде чем присоединиться к ныряльщикам, Раймонд Коль и Артура Калеба пытаются понять, каким опасностям те подвергают своей жизни. Большая часть из полутора тысяч ныряльщиков, которые здесь называют «Аламбарос», ничего не знают о технике погружения под воду и о правилах безопасности. Они работают на дне в условиях плохой видимости, не поднимаясь на поверхность в течение трех часов. Им приходится все делать на ощупь. Их задача при помощи отсосов высасывать через спрубы песок со дна реки. Многие из них поднимаются на поверхность слишком быстро, поэтому из-за имболии они часто страдают кровохарканием. Можно сказать, что их жизнь висит на трубке, при помощи которой они дышат. Некоторые ныряльщики погибли из-за обрушения грунта или из-за деревьев, упавших в реку и у внесенных в течение. Кстати, скорость течения этой реки равна шести узлам. Когда баржа застывает над местом нахождения новой золотой жилы, между золотоискателями начинается смертельная борьба. Доходят от того, что дыхательная трубка одного ныряльщика перерезается ножом его завистливого конкурента. Час за часом, день за днем тонны золотоносного песка промываются в немного странных механических лотках. Они выбрасывают камни и пустую породу, а оставляют лишь немного крошек ценного металла. В среднем в месяц одна баржа набывает примерно 5 килограммов золота, и каждый ныряльщик зарабатывает около 13 тысяч долларов. Поверхность воды, отражающая солнечные лучи, это удивительная картина радует Раймона Коля, который поднимается со дна реки. Ветеран подводного плавания, Коль, нередко плавал в опасных водах, но здесь он испугался. Испугался за всех этих неопытных ныряльщиков, которые работают в Мадейле, реке с быстрым течением и мутной водой. Еще одна опасность подстерегает не только ныряльщиков, но и тех людей, которые промывают золото или живут возле реки. И как это часто бывает, беда приближается незаметно. Чтобы отделить золото от песчинок, Гаримпера добавляет в лоток, где находится смесь, которую он аккуратно перемешивает, несколько капель и куртути. Поскольку куртуть может легко смешиваться с другими металлами, ее уже очень давно используют для извлечения золотой смеси. Куртуть быстро соединяется с маленькими желтыми крупинками, спрятавшимися в лотке. Избыток куртути легко извлекается при помощи небольшого пуска ткани. После того, как Амальгам остается в лотке, Гаримпера может увидеть результат своего нелегкого труда. Теперь он плавит смесь при помощи горелки. Не зная токсичности паров ртути, наблюдатели, дети, которые играют рядом, да и сам Гаримпера, отравляют сэйми. И река тоже сильно загрязнена ртутью. За последние 4 года в реку было сброшено около 30 тонн ртути. Узнав об этом, Жан-Мишель решает серьезно разобраться в данном вопросе. Ученые Жан Констант и Денис Пауэрс готовятся выяснить степень загрязнения реки. Жан-Мишель вспоминает о трагедии, произошедшей в японском порту Минамата, где несколько сотен человек отравились и умерли или стали инвалидами, съев рыбу, зараженную отходом ртути. Он боится, что и здесь, на берегах Мадейры, может произойти подобная катастрофа. Ниже по течению от деревни, где расположились баржи, на Мадейре начинаются пороги, которые заканчиваются большим водопадом. Этот природный барьер образует очень удобное место для ловли рыбы. Каждый день рыбаки вылавливают сотни карликовых сомиков, которых потом продают на базарах в порту Велью или в лагерях, где живут золотоискатели. Они находятся на расстоянии 40 километров вверх по течению. Команда ученых берет образцы воды и вылавливает в реке нескольких рыбершек. Пауэрс также берет у местных жителей для проведения анализов образцы ногтей, волос и крови. После того, как Пауэрс и Констант тщательно взвешивают, описывают, пронумеровывают и регистрируют пойманных рыб, ученые их быстро замораживают и отправляют самолетом в университет Джона Хопкинса и в лаборатории Монако для проведения детального обследования. Первоначальный осмотр этих рыб показал присутствие большого количества паразитов в их теле. Последующие анализы образцов выявят наличие в рыве ртути, количество которой в два раза превышает норму. Ртуть может накапливаться в живых тканях в течение нескольких лет, после чего это накопление приводит к появлению самых разных расстройств и, прежде всего, нервных. Ученым становится ясно, что страшная опасность нависла над Мадейрой. А пока дети продолжают мыть в зараженной воде отравленную рыбу, которую они потом вместе с остальными будут есть. На востоке русло реки Амазонки покрывается туманом. Ночной прохладный ветерок уносит его от реки и покрывает им тропический лес. Постепенно нагреваясь на солнце, туман медленно рассеивается и открывает взору удивленного наблюдателя странный, постоянно ускользающий спектакль. Эту удивительную картину можно увидеть в Сьерропиладе. Жан-Мишель вспоминает. Мы подумали, что эти силуэты муравьев всего лишь мираж, что это нечто нереальное, скоро исчезнет, как облака на небе. Я стою на склоне того, что осталось от небольшой горы. Это обрывистые откосы и огромная выработка, которая словно появилась здесь из другого времени и из другого места. Пыль поднимается в прогрессе солнцем в воздух. Мне кажется, я вижу, как строят пирамиды. А может, здесь отбывают наказание грешники, описанные Данте. Или это съемки грандиозного фильма на библейскую тему. Но эти силуэты нам не приснились, они реальны. Мы видим 45 тысяч человек, которые работают в руднике. Они карабкаются по лестницам. Обрушение земли происходит на самом деле. Этот рудник в Сьерой Велладе начали разрабатывать 4 года назад. Это вызвало приток сюда, на юго-восток Амазонии, огромного количества людей. Все они приехали найти золото. Своими мотыгами эти люди, жаждущие богатства, перекапывают 6 квадратных метров земли, выделенные каждому из них. Они роют землю старательно, аккуратно снимают слой за слоем. Здесь надежда имеет цвет земли. В этом руднике счастье измеряется количеством взмахов лопаты. Час за часом с восхода до захвата люди беспрерывно стоят туда и обратно по склону этой огромной ямы. Каждый носильщик несет на себе мешок весом в 20 килограмм. Нередко мешок держится на одной веревке, завязанной вокруг его головы. Носильщики снуют вверх и вниз по лестнице, заботясь лишь о том, чтобы сохранить равновесие. Они часто оказывают друг другу помощь, поддерживая вступившегося товарища. Даже не поднимая головы, обессилевший носильщик может протянуть руку, и кто-то непременно подхватит ее и поможет. Эти лестницы носильщики называют «Адьёс, мама», что означает «прощай, мама», потому что бывают случаи, когда никого не оказывается рядом. Иногда лестница падает, а бывает и так, что один упавший носильщик увлекает за собой всех. Поднявшись наверх, они выстраиваются в центральную очередь, по бокам которой идут в сторону рудника рабочие, уже освободившиеся от своего груза. Ветер развеял туман, становится жарким. Кажется, что горячий воздух давит. Когда стоит жара в 40 градусов, постоянная ходьба, тысяч людей поднимает с земли новое облако. Это облако красной твили. Оно висит в воздухе, люди задыхаются. Поэтому многие носильщики надевают на лицо маски, чтобы было легче дышать. За день каждый носильщик ходит туда и обратно от 40 до 60 раз. Каждая ходка учитывается контролерами, которые стоят как на дне рудника, так и в том месте, куда рабочие приносят землю. Каждый высыпает содержимое своего мышка в заранее определенном месте. Потом он быстро возвращается в яму. Один мешок стоит 3 франка. Носильщик за день переносит более тонны земли. В целом, ежедневно, все эти люди переносят на своих плечах более 30 тысяч тонн. Гора растет неподалеку от ямы, в которой эта земля была совсем недавно. На дне рудника ночь наступает раньше, чем наверху. Но часто золотые искатели продолжают перекапывать землю и поздним вечером. Только делают они это намного медленнее и аккуратнее, чем днем. Потому что здесь, в грязи, на глубине нескольких сотен метров от того места, где они начали рыть землю, больше шансов найти золотоносную жилу. Субтитры создавал DimaTorzok Консессионеры в течение недели, даже месяцев, могут не получать никакой прибыли, в то время как их расходы растут. Каждая концессия состоит из разного количества партнеров. Иногда их число доходит до 20. Чем больше консессионеров, тем меньше риск. Среди них есть те, кто копает землю, те, кто землю носит, и те, кто контролирует. На контроле самые опытные. Они должны уметь быстро определять, в каком мешке есть золото, а в каком нет. Как правило, насильщики не получают прибыли и не принимают участие в оплате убытков. Но с учетом усилий, которые они приложили для того, чтобы поднять мешки с землей с одной рудника на поверхность, и может быть выполнена премия в размере 80 сантимов за каждый мешок. Субтитры создавал DimaTorzok Мешки с землей, содержащие золото, помещаются на склад, который охраняется членами одной команды до того момента, пока золото не будет вымыто из грунта. Раньше Сьерра Пеллада была зоной анархии, теперь там появилась городская полиция. Случаи насилия и воровства в городе крайне редки. Оружие, алкоголь и женщины находятся под запретом. За любым нарушением существующих правил тут же следует наказание. Тот, кто пренебрег ими, садится в первый же автобус и уезжает. Как и этот насильщик, который всем демонстрирует свой золотой зуб. Большинство рабочих слишком устают, чтобы ссориться друг с другом. Они прерывают работу лишь для того, чтобы проглотить кусок кукурузной лепешки. Но для некоторых наступает бессрочный отдых. Иногда рабочие становятся жертвами земляных обвалов или других несчастных случаев. Сначала освоение рудника Сьерра-Пелада. Большое количество рабочих получили ранения, а 42 человека погибли. Рабочие постоянно следят за земляными откосами. Они предпочитают сами обрушивать грунт, нежели позволить огромным массам грязи упасть на их головы. Насильщикам за работу платят каждый день. В среднем каждый из них получает 160 франков в день. Но инфляция растет, и этим деньгам едва хватает, чтобы заплатить за жизнь в лагере. Независимые золотоискатели становятся в очередь, чтобы извлечь золотые земли, которые они накопали за пределами основного рудника. Иногда они зарабатывают не больше, но сельщиков. Спокойно ожидая своей очереди, когда будет извлечено из сплава их золота, Гаремпейрос рассказывает друг другу истории со счастливым и печальным концом. Или, задумавшись о чем-то, стоят молча в стороне, смотрят на окружающий пейзаж. И вот, наконец, они получают с удовлетворением, а чаще с разочарованием, объект их неимоверных усилий. И все-таки это лучше, чем ничего. Золото всегда бывает меньше, чем они думали. Как огромная открытая рана простирается Сьерра-Пеладо. Но этот участок земли один из самых богатых на всей земле. Вокруг рудника течет нескончаемый поток золотоносного песка и гравия. Из них люди уже успели добыть 26 тонн золота, цена которых 300 миллионов долларов. В этих местах рассказывают много легенд о больших самородках, найденных золотоискателями, которые в один день стали миллионерами. А еще рассказывает историю об одном поваре, который за несколько недель заработал 20 тысяч долларов, собирая ежедневно веником золотую пыль, которая покрывала пол его кафе. Все считают удачливым Горимпера, Джоахима Баррера Бонфенцарини, которого знакомые называют просто Кинко. Совладелец нескольких мини-концессий, Кинко работал несколько месяцев без всякого результата, пока не нашел золотую пыль. За последние два года концессии Кинко добыли более 300 килограммов золота ценой более 5 миллионов долларов. Пока сушатся неочищенные золота, Кинко через своего переводчика Сильвио объясняет Джану Мишелю, как проходит процесс очистки золота. Они моют золото, говорит Сильвио, потом приносят его сюда, чтобы просушить. И сколько времени занимает эта работа? Одну неделю. А сколько человек выполняет эту работу? Сколько человек? 45. Они делают это за неделю. Теперь Кинко сам становится носильщиком. В сопровождении Жанна Мишеля он несет ведра с золотом в государственное хранилище. Здесь продолжается процесс, начатый в руднике. Тщательно промытое и высушенное золото теперь аккуратно пересыпается на кусок пластика. Потом при помощи магнита государственные служащие извлекают частицы других металлов из золотого песка. Это дополнительный этап очистки золота от других металлов, содержащихся в грунте. Золото останется на дне Чана, а последние примеси будут подняться в каменный Чан, в котором содержатся смолистые вещества. Золото останется на дне Чана, а последние примеси будут подняты смолой на поверхность. Потом Чан помещают в печь. Его ставят на 45 минут, которые необходимы для того, чтобы расплавить золото. А пока Кинка со своими компаньонами обсуждает новые месторождения. Вылитые в форму, еще не остывшее расплавленное золото ярко блестит, ослепляя. И вот она, цель таких неимоверных усилий и страданий. Это святой Грааль Конкистадоров и Игорем Пейерс. Когда золото начинает оставать, смола, в которой остались частицы других металлов, снимается золотого слитка. Чтобы окончательно очистить слиток, еще горячее золото опускают в чан с кислотой. Затем его промывают в холодной воде. Теперь золотой слиток готов. Он блестит так, как и положено. Молча Кинка следит за тем, как служащий кладет золотой грузок на чашу весов. Сейчас он узнает, сколько ему удалось заработать за последнее время. Правда, размеры заработка здесь не зависят от ума или опыта золота в скателе. Все дело в удаче, главное оказаться в нужном месте в нужное время. Кассир еще раз проверяет выплачиваемую сумму, но сначала он вычтет из нее 25% налога, который берет себе государство. Доход Кинка – 158 миллионов крузейра, что примерно равно 190 тысячам долларов. Государственные служащие приносят из сейфа толстые пачки банкнот. Самая крупная купюра в Бразилии – пятитысячная банкнота. Поэтому концессионерам выдают несколько коробок крузейра. Обращенный в бумажные деньги и почти такой же тяжелый, как и проданный золото, недельный заработок перекладывается в большой пластиковый мешок. Кинка берет мешок и выходит на улицу. Здесь в первый раз мы замечаем на его лице нечто, напоминающее улыбку. Без оружия и сопровождения Кинка-1 несет по улице целое состояние. Он не боится, что на него нападут. Всего несколько месяцев потребовалось золотоискателям Сфера Пелада, чтобы понять, что обеспечивая безопасность других, они тем самым защищают от всяких неприятностей и себя. Кинка радостно встречает его компаньоны. Они знают, что он принес им хорошие новости. Сидя в чистых рубашках и белых шляпах, его основные партнеры спокойно ждут, когда деньги вытащат из коробок, стоящих на разложенном на земле куске материи. На виду у всех каждый компаньон, контролер, носильщик получает причитающуюся ему долю. У них нет секретов друг от друга. Все они делят пором на убытки и прибыль в зависимости от вклада, внесенного в общее дело, а также величины первоначального взноса. Кто-то из них даже сочинил легенду, которую теперь знают по всей стране. Бывший фермер Винсенте Лопес рассказывает эту историю Жанну Мишелю. Все началось, говорит он, с той ночи, когда ему приснился один странный сон. Он увидел свою дочь, лежащую в испражнении. Когда он попытался помочь дочери выбраться оттуда, то понял, что это золото. На следующее утро, решив, что это был вещий сон, он оделся во все белое. Не обращая внимания на шутки Гарим Перес, он спустился в грудник. На своем участке земли он раздвинул людей, копавшихся в грунте, встал на колени и опустил руки в грязь. И тут же почувствовал, что нашел то, что искал. Осторожно, из жидкой грязи он вытащил золотой самородок весом в 35 килограммов, стоимостью в полмиллиона долларов. Сейчас этот самородок в сейфе национального хранилища Бразилии, который находится под неусыпным наблюдением охранников. Жанна Мишелю посчастливилась увидеть эту ценную находку, ставшую национальным достоянием. Покрытый землей, словно он только что найден, этот самородок весьма невзрачен. Но он впечатляет своими внушительными размерами, ведь весит он около 35 килограммов. Недавно был найден еще один более крупный самородок, и его цена составляет около 1 миллиона долларов. Посмотрите, этот небольшой золотой самородок похож на человеческий профиль. Но только самородок из истории Лопеса вошел в легенду. Именно он является для всех бразильцев символом удачи и надежды на богатство. Создается впечатление, что люди танцуют какой-то странный танец. Каждый шаг вглубь рудника, может быть, приближает их к богатству. Жан-Мишель решает присоединиться к золотодобытчикам. Но его одежда на общем хоне выглядит слишком новой и чистой. Он вызывает насмешки Горимпеерс. Шаг за шагом он медленно идет по пути, проделанным некогда Лопесом. Этот путь ведет на дно рудника. Жан-Мишель хочет побывать на том месте, где был найден золотой самородок. Переводчик Сильвел переводит ему слова Кинка, которые он говорит золотоискателям, когда хочет подбодарить. Он говорит, что это очень нелегкая работа. Что он вкалывал в течение двух лет, пока нашел здесь золото. Им пришлось вырыть яму глубиной в 100 метров, чтобы найти самородок. Он формулирует свое пожелание золотоискателям. Верьте в то, что вы делаете, никогда не останавливайтесь на полпути. Поверьте, ваша цель стоит того. От другого Горимпера, Жан-Мишель услышал более грустную историю. Пессимисты. Видео Кардоса де Аленкар работает на своем клочке земли уже более двух лет, но пока безрезультатно. Он продал свой дом, машину в надежде на удачу и счастливое будущее. Ему принадлежит всего небольшая доля его собственной концессии. Можно сказать, что он в этой истории проигравший. И все-таки этот человек остается философом. Он говорит, что в погоне за золотом, как и в любой азартной игре, нужно уметь достойно побеждать и достойно проигрывать. Сильвио переводит. Рудник собираются закрыть в ноябре, но он убежден, что если он и его компаньоны будут продолжать работать в поте лица, то они непременно найдут золото, и каждый получит свою долю. Он знаком с людьми, которые приехали сюда и работали один-два года без результата, потом бросили все и уехали домой. А Горимпера, который пришел работать на их место, через два дня нашел золото. Надо продолжать идти вперед. Сейчас люди, работающие в Сьеропеладо, продолжают идти по пути, начатым некогда конкистадором. В течение долгих веков человек остается жертвой странного парадокса. Он ищет золото, которое его освободит, но он навсегда остается его пленником. За всю свою долгую историю человек построил алтари и создал тотемы, чтобы добиться расположения богов. Одним из самых могущественных символов стал блестящий металл золотого цвета. И по сей день золото остается тем предметом, о чьей стоимости ежедневно пишут газеты. Чаще всего цена золота соответствует физическим и моральным затратам на его добычу. Уймем. КОНЕЦ В сезон дождей люди уходят из рудника в Сьерра-Пеладо. Во время своего второго путешествия Раймон Кольт решает заехать на рудник, но там он никого не находит. Под мрачным небом молчаливо замерли террасы. Самые нижние из них погрузились в грязь, намытую проливными дождями. Будущие путешественники, возможно, примут их за непонятные руины. Но эта пирамида, поставленная с ног на голову, была построена не для того, чтобы молиться богам. Она стала памятником, свидетельствующим о неисчерпаемых силах и энергии людей. В этих редких зарослях виднеются разбросанные тут и там пустые хижины. Только несколько Горимпейрос, у которых не было денег, чтобы уехать, снова и снова пытаются выцарапать хоть немного золота из земли. Их жизнь лишена практически всех благ цивилизации. Там, где еще совсем недавно из золотоносного грунта были извлечены миллионы долларов, остались лишь неубранные общественные отхожие места до малярии, которую здесь не о чем лечить. Безумная надежда на удачу иссякла. Прилив энергии, который заставлял без устали двигаться этот человеческий муравейник, исчез. Осталось лишь одиночество. И даже покупки в местной бокалейной лавке делаются молча, без единого слова. КОНЕЦ Фильм озвучен студией «Инис» по заказу «Союз Видео». КОНЕЦ Продолжение следует...